ребятушки привет как ваши дела вот я вышла с вами в прямой эфир всем приветики погоды шикарная еду на работу солнышко светит все хорошо как у вас дела друзья но это не повод вы должны понимать что это в любом случае не повод не пользоваться там антисептиками и так далее то есть максимально себя защищать вы должны быть руки также то есть выйти на улицу это не означает это не аз видите я пользуюсь все обрабатываю это не означает что мы у нас куда-то делка родился коронавирус понимаете он никуда не делся вот я вам расскажу как-нибудь попозже сейчас просто я не готова к этой истории у нас в семье очень близкий человек умер от этой заразы так сказать вот долго мы как вообще об этом ну я так только ответил в stories ничего не говорил я как-нибудь решусь на этот пост вот потому что сейчас я пока не готова об этом говорить шикарный вопрос мне задают столько меня просили мои подписчики выйти в эфир говорят танечка почему вы не выходите в эфир объясню почему пандемия много дел много забот нужно понимать какие программы готовить ну сами понимаете у нас такая достаточно с одной стороны приятная работа с другой стороны довольно таки сложная то есть мы не приходим домой восемь вечера мы не приходим домой в девять вечера я не светлана я татьяна я всем отвечаю в директ кто мне пишет напишите еще раз я обязательно вам отвечу так вот и выходите в эфир выходите в эфир вот я думаю все нужно начать выходить в эфир потому что но действительно подписчики ждут заскучали давно не было таких розыгрышей у меня кстати накопилось много очень подарков я знаете думать сделать так у меня просто есть вещи которые я покупала себе и которые я ни разу не надела по каким-то причинам они абсолютно новые но не только вещи но и обувь вот я хочу сделать я не буду делать никаких распродаж как это делают звезды шоу-бизнеса я на это смотрю и мне просто становится смешно я конечно очень да значит уважаю люблю киркорова но когда он распродает свои вещи но правда мне это смешно я хочу сделать другим образом вот за чисто символическую сумму условно говоря даже не в плане денег а в плане именно ответов я хочу устроить розыгрыш на эти вещи а и условно говоря тот кто ответит правильно на мои вопросы тот и получит призы вот там очень две пары крутых кроссовок крутой спортивный костюм от было потемкиной который стоит 20 тысяч его ни разу не надела там есть очень классные прикольные спортивные брюки там есть костюм белая рубашка и такие терракотовые темно терракотовые брюки ни разу не надет просто я понимаю что как бы ну я не надену эти вещи по тем или иным причинам по каким говорить не буду поэтому и хочу устроить розыгрыш чтобы эти вещи были кому-то нужны и чтобы кто-то их носил так вот и сейчас мне пишут вопрос дает замечательная какая-то видимо девушка долго ли я буду покровить покровительствовать табору проституток каким какому табору проституток я покровительствую я не понимаю почему эти люди проститутки я тоже понять не могу друзья мои если вам каким-то образом не нравится семья работали это никак не означает что они то плохое слово которым вы их называете это люди люди на которых собственно говоря держится определенная история проекта сейчас эта семья у которой все хорошо которая родила детей которая это оле и дима у алены есть ребенок от ильи барова и что а кто в нашей стране не имеет детей от мужчины который в которого они были влюблены даже если они не замужем вы что все такие святые вы мне хотите сказать и не спите с мы не занимаетесь сексом понимаете и рожаете детей просто за вами никто не подглядывает в замочную скважину за вами никто не смотрит поэтому вам претензии предъявить и нельзя а если бы за вами кто-то подсмотрел поверьте у вас было бы тоже очень-очень много чего показать того за что было бы может быть вам стыдно или наоборот радостно но судить всех только потому что не знаю мне кажется что это прекрасно когда люди рожают детей дети такие красивые получаются у илюхи действительно очень красивый сын вот и когда как бы ну не знаю когда у людей была взаимная ну симпатия друг другу куда у той барышев у нас в эфире никитушка привет спасибо за комплимент в москве наконец жара да в москве наконец жара вот да никуда лиза не ушла с проекта господи все на местах ребят все на местах все сидят на острове любви кто орет матом и кроет всех вы ведущих в аком сейчас говорите о ком речь так вот друзья мои я поэтому и говорю если люди живут своей полноценной жизнью рожать детей а я не знаю влюбляются понимаете почему их за это нужно судить просто за вами никто не подсматривает замочную скважину а за ними подсматривают и поэтому такой резонанс олеся же покинули олеся не покинула проект чего вы это взяли серёженька привет мой дорогой дела нормально ждем тебя с распростертыми объятиями почему вы не ведете лобное на сссл рассказываю в силу того что началась пандемия наши ведущие вынуждены были локализироваться только на проекте у ведущих там и разъезды и гастроли и так далее так далее так далее сейчас у нас очень много скажем так этих сопутствующих факторов когда значит наши ведущие распределены по всем площадкам поскольку я продюсер да и собственно говоря продюсирую бп у меня есть работа и я занимаюсь сейчас своей работой как только откроется все о чем мы с вами говорим начнутся гастроли поездки и прочее прочее вот значит наши ведущие будут заниматься параллельно работами своими еще я обязательно выйду ввести лобное сссл не переживайте но они выехали на нерв они все в историю вы выложили что они уходят с проекта на нервной почве они это сделали на нервный бой что они уходят с чемоданами они это сделали на нервной почве знаете раз в месяц у каждого участника бывает эмоциональное выгорание всплески понимаете когда ему ничего не хочется это первая стадия вторая стадия когда он начинает жутко истерить вот эта стадия сейчас у девочек ничего страшного она проходит и потом они сами звонят плачутся и говорят о том что верните нас на проект но это не в случае не с алейси и не с кем-то другим вот это только в случае как бы с другими участниками с алейси все в порядке она на острове у меня просто слетел эфир ребят же с одну секунду не слетела этот очень жарко жаркий эфир вечером хочу сделать эфир расскажу сейчас про что хочу сделать эфир вообще про все о том о чем я хочу сказать про шоу-бизнес про выступление вот это вот нелета которого вы прекрасно знаете вот хотя это было в программе камин аут но тем не менее по о том что говорят блогеры по поводу всего этого дела вот и вообще в целом как бы хочу с вами поболтать на темы которые как бы мне интересны и не только про дом 2 а вообще в целом очень много накопилось интересненького друзья давайте попрощаемся скажу вам пока потому что действительно за рулем переживаю боюсь что ну держать не могу телефон видите жар